Это программа «День с толком» в студии Андрей Дреер. Приветствую всех, кто нас смотрит на телеканале и в Ютьюбе. Смотрите в этом выпуске. Нехватка врачей, электронные трудовые и тысячи безработных. Как за этот год коронавирус изменил рынок труда? По Чуйскому тракту поедут дома на колесах. Сможет ли Алтай привлечь современных кочевников? И есть ли в этом смысл? Историческая справедливость. Почему на старинном доме Барнаула появилась новая табличка? Три железнодорожных вагона сошли с рельсов на Валтайске в результате маневровых работ. Происшествие случилось накануне вечером. Никто не пострадал. В результате был задержан пригородный поезд Аламбай-Барнаул. Сейчас движение на путях восстановлено. К слову, это пятая по счету авария за 20-й год и третья с участием поезда за последние три дня. Всего за минувший год в ДТП на железной дороге погибли два человека. В июле пожарная машина на полном ходу врезалась в поезд Барнаул-Адлер. Он сошел с рельсов. Пассажир и водитель пожарной скончались. Сегодня на проспекте Ленина автомобиль Тойота Королла сбил пешеходов. ДТП произошло в 9 утра. Скрыться водителю не удалось. И вот какой диалог состоялся между ним и правоохранителями. Так водитель объяснил свой наезд на пешеходов, которые в это время выходили из автобуса на остановке общественного транспорта. А на вопрос, почему он сел за руль без водительских прав и с аннулированной регистрацией водитель ответить не смог. Еще одна авария, на этот раз коммунальная, вновь произошла в Барнауле. Второй раз за два дня. Это река на проезжей части на улице Шукшина. На месте работают сотрудники водоканала. А тем временем за последние сутки на Алтае зарегистрировали 216 новых случаев заражения коронавирусом. 15 пациентов скончались. Всего с начала пандемии умер 1441 человек. Все взрослые. Кстати, накануне министр здравоохранения Дмитрий Попов сообщил, что рост смертности в этом году никак не связан с приостановкой плановой помощи. По его словам, смертность пошла вверх в сентябре, когда стали фиксировать больше пневмоний. Основные причины летальных исходов рассказал Попов коронавирус и как следствие болезни органов дыхания. Больше также стали умирать от болезней системы кровообращения, перенесшей вирус. Идут неохотно. В ноябре в Минздраве объявили о нехватке врачей. Особенно острая ситуация обстояла с анестезиологами, пульмонологами, инфекционистами. В ведомстве начали активно искать сотрудников, даже тех, кто уже давно работает в других сферах. На сегодня в региональном банке данных открыты почти полторы тысячи вакансий врачей, около тысячи медсестер. Но спустя лишь два месяца 10 медиков решились выйти на ковидный фронт. Это врачи и средний медперсонал. В Минздраве признались, что рассчитывали на больший интерес. Есть и формальные проблемы. Проблема в том, что допуском к медицинской деятельности является наличие диплома о высшем или среднем медицинском образовании, а также сертификат. Вот, к сожалению, там состоят на учете те лица, у которых уже сертификаты. Поэтому, прежде чем их трудоустроить на ту иную должность, необходимо им проходить профессиональную преподготовку по той иной специальности. Проблему кадров везде решают по-разному. Например, осенью в Рубцовске тоже объявили о нехватке врачей в ковидном госпитале. Подключились медики из соседних сел. И в целом врачи уже охотнее идут работать в красную зону. Студенты, которые сейчас дистанционно учатся, они очень хорошо помогают. Ну и все, которые, санитарочки, которые сидели дома, домохозяйки, они тоже подтянулись. И, в принципе, сейчас проблем никаких нет. К сожалению, не все профессии в этом году были столь востребованы. По официальной статистике, сегодня в крае числятся почти 36 тысяч безработных. Для сравнения, в начале года эта цифра была вдвое меньше. Большая часть жителей региона стала безработной после 1 марта по разным причинам. А те, кто еще в строю, должны до 31 декабря определиться с формой трудовой книжки, ввести бумажную по старинке или перейти на электронную. За этот год лишь 13% от всех жителей края перешли на цифровую версию документа. В основном это, конечно, молодые люди. У старшего поколения электронный формат вызывает недоверие. Они боятся потерять свои данные, а это большой стаж и награды. Всякого рода умозаключения, что что-то потеряется, что-то исчезнет, ничего этого не произойдет. Более того, электронный вид, он позволяет более качественно сохранять ту информацию, которая есть в трудовой книжке бумажной, имеется в виду. Здесь исключаются те ошибки, которые часто встречаются в заполнении. Кстати, бумажный документ для будущих поколений уже будет казаться артефактом. В отношении лиц, которые впервые будут поступать на работу после 31 декабря 2020 года, будут формироваться сведения о трудовой деятельности в электронном виде. Уже трудовые книжки на данных лиц оформляться не будут. Отметим, что при переходе на электронный формат бумажная трудовая не теряет свои силы. Ее возвращают на руки работнику. И, наконец, резюмируем. Что касается плюсов электронной трудовой, ее, во-первых, нельзя потерять, да и, во-вторых, покупать не нужно. Капитальный ремонт моста через реку Чумыш в Заринске отстает от своего графика. К 20 декабря подрядчик «Союздорстрой» должен был завершить демонтаж пролетов. Но, по факту, к основным работам еще и не приступили. Илья Кочетков побывал на месте, чтобы выяснить, что сейчас происходит на объекте. Старый мост, построенный в Заринске еще в 60-х годах прошлого столетия, был признан аварийным. Изношенные опоры не выдержали веса большегрузной техники, которая ходила без ограничений. Мост вынуждены были закрыть, хотя для жителей Заринска он, можно сказать, является объектом стратегического значения. Сорокино – это северный микрорайон города Заринска, проживает порядка 4500 жителей. Там, да, есть школа, есть садики, но город у нас получается единое целое. Они двигаются в город, многоэтажную застройку, двигаются на работу, градообразующее предприятие и прочее. Еще на этапе поиска финансирования ремонт моста взял под контроль депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Деньги нашли. Почти год ушел на разработку проекта и проведение конкурса. В начале ноября был подписан контракт, и жители Заринска поверили в то, что мост будет отремонтирован в срок. Однако в ноябре техника на объекте так и не появилась. Администрация Заринска, оценивая риски, настояла, чтобы подрядчик подготовил подробный график работы и придерживался сроков. Представители Краевого Минстроя каждую неделю встречаются с подрядчиком и руководством города на мосту, чтобы сверить часы, что сделано, а что еще нет. Но отставание от графика пока не сокращается, и это беспокоит всех. Рабочие снимают верхний слой асфальтового покрытия с аварийных мостовых пролетов. Казалось бы, процесс идет. Но вот незадача. На момент съемок, а это 20 числа декабря, демонтаж конструкции уже должен быть завершен. Проверить это легко. Информация есть в открытом доступе на сайте госзакупок. Закономерно возник вопрос. Что это? Срыв сроков? Мы обратились за разъяснениями к подрядчику и получили уклончивый ответ. Мы по объемам маленько перераспределили, как выполнять работу для того, чтобы стартануть. Мы стартанули больше на площадках. Мы сделали их больше, чем положено, для того, чтобы приступить к демонтажу в январе, как я уже сказал. Затем мы уже сейчас приступили к демонтажу и разработали такие проектные решения для того, чтобы уже снимать попролетно. То есть у нас степень разборки верхней дорожной одежды, она как раз у нас сейчас уменьшится. Мы постараемся максимально пролетами снять в конце января, февраля. Работы у нас еще не остановились. Мы работаем до 30 декабря. И часть работ демонтажа, что запланировано, она будет выполнена в этом году и в январе месяце. Никаких проблем мы там не видим. Работы идут. И в самом деле, со стороны Сорокина специально для тяжелой техники уже соорудили насыпь. Новые пролеты обещают установить в марте. Причем нужно успеть до весеннего паводка. Если чумыш вскроется раньше, чем завершатся работы, то заявленный срок открытия моста, конец сентября 2021, может быть сорван. Можно успокаивать себя тем, что самому подрядчику невыгодно нарушать сроки. Мало того, что за каждый день просрочки ему придется платить немалый штраф, так еще он рискует попасть в реестр недобросовестных поставщиков. Но это не повод расслабляться. Мы со своей стороны будем и дальше рассказывать о ходе работ. Илья Кочетков, Николай Шилко. День с толком. Алтайский край станет одной из запорных точек проекта «Великая северная экспедиция Беринга». Для этого ученые и бизнесмены края разработали бесплатные аудиогиды, квесты для самостоятельного путешествия, а также готовят масштабные туры. Инициатор проекта Ильдар Маматов подписал договор с Алтай-турцентром. На территории края маршрут должен будет затронуть Барнаул, Бийск и Змениногорск. В целом он станет самым протяженным в мире – от Европы и до берегов Аляски. Но на маршрут можно выходить и частями, изучать его, исследовать. И также входить в экспедиции Беринга, попробовать кухню путешественников тех лет. Кто-то может совершить поездку от одного берега океана Евразии до другого, но таких немного людей. А вот, например, организовать поездку в выходной день, например, из Барнаула в Бийск, это могут позволить себе многие люди. Речь идет об истории, которая базируется на архивных документах, на объективных фактах. Но здесь можно, конечно же, и создавать такие легенды, заниматься мифотворчеством, что в настоящее время очень приветствуется. Напомним, благодаря экспедиции Беринга в первой половине 18 века российские ученые и офицеры изучили Сибирь, побережье Северного Ледовитого океана и подтвердили наличие пролива между Азией и Америкой. Нанесли на карту Курильские острова, Охотское море и побережье Японии. Чуйский тракт станет пилотным маршрутом для развития автомототуризма и караванинга в России. Караванинг – это способ путешествия в домах на колесах. Бизнесмены в сфере туризма говорят – давно пора. Но насколько готов Чуйский тракт к такому пока еще специфичному для России туризму, в этом мы и попытались разобраться. Автотуризм будет развиваться. Причина та же – коронавирус и закрытые границы. Поэтому эксперты приехали на Алтай с конкретной целью осмотреть придорожный сервис вдоль Чуйского тракта, чтобы выяснить, насколько он вообще готов к наплыву мото- и автотуристов. На сегодняшний день, если брать полноценных автокемпингов, те, которые не должны по ГОСТу быть, или те, которые за границей, в той же Европе, ну, пока на сегодняшний день нет. То есть, чтобы был оборудованный пич, это место, соответственно, остановки, чтобы была подведена электричество к нему, чтобы можно было залить воду свежую, слить серую. Таких пока оборудованных мест на сегодняшний день нет. Но при этом автодомов на всю Россию официально около трех тысяч. Эксперты уверены, для них нужно создавать инфраструктуру, но не стоит увлекаться. Главная целевая аудитория – путешественники на легковых авто. И для них в республике и крае условия неплохие, по крайней мере, вдоль Чуйского тракта. Эту трассу многие путешественники хвалят, но профильные ведомства заверили – будут улучшать и дальше. Очень важная тема, связанная с безопасностью дорог, с площадками отдыха, с площадками для стоянки больших грузов, но и также, конечно же, транспорта, который туристического направления. Люди приезжают на Алтай отдыхать, они должны чувствовать комфорт в наших дорогах и получать удовольствие. Комиссия из чиновников и представителей Ассоциации автомототуризма пообщалась с предпринимателями, узнавали, какие услуги туристам могут предложить сейчас и давали советы на будущее. Это территория паркинга. Ну, рекомендуем вам вот этот угол рассмотреть как парковку для автодомов и владельцев кемперов. То есть, в принципе, достаточно инфраструктуры в виде электрических щитов, розеток. Это поможет бизнесмену привлечь новых клиентов. А если так будут поступать многие, это поможет привлечь новых туристов в регион. Пусть дом на колесах и кажется автономным, его нужно зарядить, пополнить запасы воды и так далее. Тем важнее сделать это необходимо, если мы хотим привлечь иностранных караванеров. Если в Европе этому движению автопутешественников-караванеров уже несколько десятков лет, то для России это новая песня на Алтае, что в республике Алтай или в Алтайском крае. Все, что касается досуга. Я думаю, здесь очень богатый спектр. Особенно все, что касается этнографии и быта алтайских народов. Природа для караванеров интереснее культуры. Такова тенденция. Поэтому многие будут съезжать с гладких трасс. Для них понадобится развитая сфера автомобильного сервиса и ремонта. Даже проблема помыть машину, допустим. Они чуть выше по габаритам, чем обычные легковые машины. И даже в городе Барнауле это тоже проблема. Как я познакомился с такими людьми, которые путешествуют к Смирновым именем. Они два года делали круглосельные путешествия и в Барнауле заехали. Я вижу, что они мечутся. Автомойка, вроде знак указан, да, а помыть не могут. Но рынок, по словам Александра Смирнова, уже начинает откликаться на спрос. В республике Алтай все больше авторемонтных мастерских, а в России все больше домов на колесах. Появляются и отечественные модели. Даже в газели не было столько места, сколько у вас в буханке. Я лежу в полном рост, чувак. Тем не менее, эксперты уверены, что даже при самом радужном стечении обстоятельств массовым такой отдых не станет. Я считаю, что это перспективно, это интересно, но это не массово. Да, это будет развиваться дальше, но сомневаюсь, что у нас прям каждый человек сможет себе позволить купить такой дом на колесах или его арендовать. Возможно, их количество будет увеличиваться, но не в каких-то глобальных масштабах. Остаются мотоциклы и легковушки. Специально для современных кочевников план развития Чуйского тракта включили в стратегию развития туризма в России до 2035 года. Это позволит сертифицировать работу кемпстоянок для караванеров. По мнению экспертов, этот вид отдыха – один из самых перспективных для обоих регионов. Андрей Дриер, Николай Шилко, Алексей Фризин. День с толком. Восстановили историческую справедливость. Старинный дом, который долгие годы значился как «Дом Яковлева и Полякова», вернул себе имя своего создателя и первого владельца. Теперь он называется просто «Дом Яковлева», о чем свидетельствует обновленная табличка. По словам одного из инициаторов переименования, несколько лет назад на него вышел потомок самого Степана Яковлева, известного барнаульского предпринимателя рубежа 19-20 веков. Он и обратил внимание на то, что партнер Яковлева-Поляков к постройке дома отношения не имел и попросил помочь восстановить справедливость. Барнаульский архитектор Александр Деринг обратился в Алтайохранкультуру, и вот, наконец, процесс завершен. Теперь исторический памятник будет по-новому значиться и в документах. По мнению эксперта, это важный шаг для всего наследия Барнаула. Это был, наверное, первый прецедент в городе, в Алтайском крае, когда была исправлена вот такая табличка. Вот, хотя ляпов на самом деле вообще достаточно. Вот если по городу посмотреть и проверить таблички, то некоторые, то там отчество неправильное, там еще что-то, там год неправильный. Ответим, дом Яковлева – яркий пример дореволюционной архитектуры, который во многом создает образ исторического центра. Известно, что сам Яковлев, обладая хорошим вкусом и связями в архитектурном сообществе, курировал его проектирование и постройку. Изначально здание было жилым, в советское время в нем размещались различные организации. Сейчас там расположено отделение Центробанка по краю. Каждый желающий Барнаулец может посидеть на противокоронавирусном троне. Такой ледяной знак власти над эпидемией появился в краевой столице. Его создатель – скульптор Александр Русаков или Сан Саноч, как он сам себя называет. Каждую зиму он превращает сугробы в шедевры. С ним познакомился Никита Ермаков. Александр Русаков носит последние штрихи уже в нашумевший в социальных сетях ледяной противокоронавирусный трон. Говорит, идея с троном навеяна совсем не игрой престолов, а индийской философией о внутренней энергии, всевеличественной и всепоглощающей. А сам трон – образ собирательный, и Барнаулец увидит в нем прежде всего русские мотивы. Альвадор Дали говорил, почему я делаю то, чего не знаю, что я делаю. И некоторые люди говорили, говорили, так а такого не может быть. Вы пишите картину и не знаете даже, как она называется. Он говорит, а мне не надо знать. Я вначале пишу, а потом называю. Ну, практически у меня где-то вроде что-то этого. Творчеством Русаков занимается еще со школы. Начинал как художник. Пионером рисовал на стенах Ленина и Сталина, за что, говорит, получал. В возрослом возрасте перешел на живой материал. В теплое время года он вырезает фигуры из дерева, а зимой переходит на лед. И так много лет. Морозов мастер не боится. Работает налегке. Говорит, закаляется 30 лет. Поэтому во время творчества куртку снимает, чтобы не отвлекало. Этот ледяной трон всего лишь маленькая крупица большой творческой задумки автора, которую он построит и реализует по всему городу Барнаулу. Следующий на очереди двор на улице Сиренево. И сейчас Сан Саныч присматривает место для своих творений. Жильцы дома сами попросили сделать здесь зимнюю сказку. И даже сами готовы помогать. Предоставили нам жилье, даже продукты питания. Говорят, только пожалуйста, ребята, сделайте хорошо. И когда люди делают такие вещи, просто трудно им отказывать. Даже приходится к таким людям идти, а не к тем, кто деньги большие, великие дают. Вот самое главное для нас и для этого всего была красота. По плану мастера во дворе появятся ледяные скульптуры для красоты. В середине двора залют каток, а вокруг него Сан Саныч задумал две двухметровые горки с высокими бортиками. Жильцы говорят, власти сейчас горки не разрешают. Поэтому свой досуг люди организуют сами. Лестница будет идти, дождь просто. Дождь, дождь. Появятся ли у Сан Саныча другие объекты этой зимой, не уточняет. Мастер открыт к предложениям. Особенно, когда речь идет о создании праздника в этот непростой год. Но одной задумкой он с нами поделился. Бронзовый памятник ко дню защиты животных. На него у Сан Саныча почти год. Никита Ермаков, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. А спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи.